Алчность отечественных банкиров может не только взорвать, но и окончательно разорвать экономику страны. Орешкин прав. Ситуация крайне серьезная. Но и он несет персональную ответственность за происходящее. Ведь Орешкин руководит Министерством экономического развития. А развития как не было, так и нет. Собственное перерабатывающее производство едва оттеплится. Население беднеет. Бизнес сворачивается. И только те, кто гонит сырье за пределы России, вгоняет народ в долги внутри страны, получают сверхприбыли. Очевидно, нынешняя модель социально-экономического развития полностью обанкротилась. Тем же самым людям, которые все последние годы бегали из СБ в Минфин, из Минфина в Минэкономразвитие обратно, предложено совершить рывок. Войти в топ-5 экономик мира. Неужели еще не ясно, что они просто не способны этого сделать? Они импотенты. Интеллектуальные импотенты. Вся их предыдущая и нынешняя деятельность ведет взрыву, о которой предупреждает Орешкин. Он прав. Мы не дотянем до 2022 года, если и дальше будем заниматься имитацией и самообманом. Это «Сухой остаток» на Царьграде. Меня зовут Юрий Пронько. «Сухой остаток» на Царьграде. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин